Здравствуйте, с вами Дина Краснова и сегодня я хочу рассказать про программу для учета личных финансов Family11. Недавно установила данную программу, до этого ввела учет в Excel, на моем блоге можно найти как раз статьи по тому, как ввести учет в Excel. И сейчас вот я установила программу, пробую ввести учет в программе. У программы есть 30-дневный бесплатный период, то есть можно скачать ее, попробовать, посмотреть, подходит она вам или нет. Вот так вот выглядит программа, очень красивый интерфейс, мне очень нравится. Здесь у нас есть верхнее меню и меню из закладок, то есть верхнее меню это у нас картинки и надписи, и соответственно здесь у нас идут закладки. И вот это вот верхнее меню можно менять, добавляя другие разделы, которые есть в программе. То есть нажимаем другие разделы, сейчас у меня отображаются вот эти вот пункты меню, то есть в правой части то, что отображается, в левой части то, что еще доступно. То есть вы можете убрать, если вам какие-то из этих пунктов не нужны, либо добавить из тех, что есть. То есть добавить, либо убрать вот так вот. Можно переносить, то есть выше или ниже поставить, для того, чтобы допустим у вас первым пунктом, например, была не валюта, а цели, имущество, потоки и так далее. Ну и после того, как провели изменения, нажимаете на кнопку ОК. В программе мы можем вести учет по нескольким валютам. Здесь по умолчанию идет российский рубль. Если у вас программа обновляется и идет обновление, то меняется курс. Каждый день меняется курс на текущую дату. Ну, либо можно обновить курс, ну, либо просто можно обновить курс, нажать на кнопочку Обновить курсы. Если вам нужно добавить какую-то валюту, нажимаете на кнопку Добавить. Здесь в списке выбираете то, что вам нужно добавить, и нажимаете Добавить. Ну, либо можно создать новую валюту. Здесь по умолчанию обычно добавлен российский рубль, можно также добавить остальные валюты. Программа Family обновляется. Для того, чтобы программа обновлялась автоматически, мы заходим в настройки и вот здесь вот на закладке обновления ставим галочку обновлять автоматически при запуске программы. Если вы поставите эту галочку, нажмите ОК, каждый раз, когда будет обновление программы, вам будет предложено сделать это обновление и программа будет обновлена и у вас появится список изменений на главной странице, которые были внесены в программу. Ну и здесь же в настройках мы можем выбрать, какую из складок открывать на главной странице. То есть сейчас у меня по умолчанию открыт топ 5 расходов за месяц, то есть перечислены все расходы за месяц. Здесь вы можете выбрать, например, что-то другое, сравнение облако тегов, капитал, цели, если вам это нужно. Я ставлю топ 5 расходов. То есть выбираете, нажимаете ОК. И у вас будет на главной странице, когда вы запускаете программу, когда вы переходите на закладку главной, отображаться то, что вы вот здесь вот выбрали. И нажимаете ОК. И когда вы только начинаете работать с программой, вам нужно создать счета. То есть здесь уже идет список счетов. Чтобы создать новый счет, вы нажимаете на кнопку «Создать счет», выбираете тип счета. То есть это может быть либо наличные деньги, это может быть кредит, если у вас кредит, есть кредитная карточка. Расчетный счет, если это деньги в банке, интернет-деньги, если это счет какой-то, например, веб-мани или Яндекс-деньги. Также здесь доступен отдельно депозит. Также доступны инвестиции. То есть вы можете указать, какие акции у вас есть, драгоценные металлы, если у вас есть и так далее. То есть здесь указываете накопительное страхование, пенсионный счет, ПИФы. И после этого нажимаете вперед, указываете, как вы его хотите назвать, ваш кошелек. Если это инвестиция, ставите галочку «Учитывать как инвестиция». Далее выбираете валюту. Сейчас по умолчанию три валюты, как я уже до этого показывала. Если вам нужно, вы можете добавить какую-то еще валюту через пункт валюты. Далее указываете сумму, которая в настоящее время находится на вашем счете, с какой даты вы хотите открыть данный счет. И если есть какое-то пожелание, можете его здесь указать. Далее нажимаете «Создать», и вот этот счет у вас уже появляется в перечне ваших счетов. То есть либо это наличные деньги, либо безналичные счета, ну и так далее. То, что вы создали. Вот такая программа «Family 11». Пользуйтесь. Можете скачать бесплатную 30-дневную версию программы по ссылке внизу видео. С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся в моих следующих видео.